Воробьев, Кужелев, Сатинов и другие. Их фамилия на новых табличках, появившихся недавно на Барнаульском мемориале, отчетливо выделяются на фоне других, потемневших от времени. Это бойцы 28-й отдельной лыжной бригады, павшей весной 43-го во время так называемого Севского рейда. Бригада была сформирована на Алтае, здесь же проходило обучение. Если бы камни могли разговаривать, они бы, наверное, многое нам поведали. Старое здание Барнаульского железнодорожного вокзала. 14 января 1943 года 3000 алтайских лыжников прошли сквозь него и на перроне погрузились в составы. После чего отправились на Украину, на фронт. 77 лет спустя фамилии этих и ряда других бойцов наконец появились на мемориале. Произошло это благодаря работе алтайских поисковиков под руководством Дмитрия Вейна. Он поясняет, историей лыжной бригады занимались и до него, с советских времен. Ему с коллегами удалось выехать на места боев и обнаружить останки нескольких бойцов. Почти все они в пределах рощи под названием «Квадратная». В 43-м здесь шли бои, которые, как станет ясно позже, во многом определили будущую победу в войне. С 17 марта и до 26-27 марта, по некоторым источникам до 30-31 марта, наша бригада совместно с другими частями соединениями корпуса ведет невероятно по своему накалу ожесточенные кровопролитные бои под Севском. С 31 марта, 1 апреля, можем говорить уже об окончательном завершении Севского рейда, который закончился формированием северного фаса Курской дуги с рубежа коренного перелома, где летом уже 43-го года будут совершаться исторические события. Итогом исследований стала книга, изданная на средства губернаторского гранта. Она подробно рассказывает историю бригады. Тираж небольшой, сто экземпляров, зато распространяется бесплатно и свободно по библиотекам. Ведь сегодня, когда новости о пандемии напоминают порой сводки с фронта, истории мужества наших предков как никогда актуальны. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.